Доброе утро! У микрофона Арина Ефимова. Красота требует жертв или нет? Узнаем сегодня, ведь в нашей студии Андрей Сергеевич Коценко, пластический хирург. Здравствуйте! Доброе утро! Ну, расскажите, давайте начнем с того, какие современные тенденции в пластической хирургии. Арина, знаете, современная тенденция, именно если взять Россию, заключается в том, что у наших девушек очень высока потребность к натуральности, то есть к максимально естественному результату. Даже если обращаясь к косметологам или к пластическим хирургам, сделать это так, что это было максимально естественно, натурально и красиво, и практически незаметно, что мы вмешивались. А как изменились тенденции за последние годы? Можете ли вы сравнить, как было раньше и как сейчас? Ну, смотря какой период мы рассматриваем, ну, как я уже сказал, это именно запрос на естественность, на натуральность. Если взять несколько лет назад, лет 5-7-8 назад, допустим, помните, допустим, даже хотя бы те же 2000-е, вот эту классику по увеличению губ, когда косметологи делали губы, делали такие огромные некрасивые, да. Но нужно понимать, что это не желание косметологов, это прямой запрос конкретной пациентки. И всё-таки эстетику в каком-то мере диктует и мода. А мода у нас сейчас меняется уже в такую натуральную направление, естественность. Это здорово. Но в то же время вы согласны, что сегодня это стало доступнее, такое вмешательство? Да, совершенно верно. Во-первых, у нас стало большее количество в целом пластических клиник, хирургов, что очень хорошо влияет на развитие направления. И также поменялось больше мышление и отношение наших людей, подразумевая постсоветское пространство, к отношению эстетики. Что это не стало чем-то таким вычурным, плохим, а именно, что это вполне натурально, естественно и почему бы и нет. А замечаете ли вы, чем отличается мышление людей постсоветского пространства от европейских, американских тенденций? Да, есть, конечно, отличия основные. И как я уже в самом начале нашего разговора говорил, что наши, если девочки делают, допустим, возьмем амопластику, наши девочки хотят сделать грудь максимально красивой, естественно, и по фигуре, имея в виду, чтобы это было единое, целое, красивый, женственный силуэт. Если взять тех же американцев, у них желание такое, что если я вложила деньги, если можно так сказать, то все должны видеть, что я вложила деньги. То есть, если я делаю грудь, то у меня должна быть грудь такого размера, чтобы все поняли, что я потратилась не зря. Ну, можно так сказать, в какой-то мере. Ну, если уж мы заговорили про операцию на грудь, расскажите, существуют ли какие-то побочные явления после операции? Многие ведь боятся именно этого. Да вы знаете, самое интересное, что многие боятся не столько каких-то осложнений послеоперационных, а большинство боятся наркоза. Как ни странно, как ни того, что у нас сменилось поколение уже, и, ну, имеется в виду, что у нас, да, постсоветский период, вот начало 2000-х, когда у нас еще было, скажем так, проблемы с анестезией, проблемы с многими препаратами, и не очень хорошо проходили наркозы, и осталось в памяти, конечно, сейчас все это изменилось. Но большинство боятся именно наркоза. Что касается мамопластики, да практически у любой хирургии, конечно, есть свои моменты, свои проблемы, свои какие-то осложнения, но при современном развитии, при использовании современных уже имплантов, ну, практически нет никаких осложнений у нас не встречается. А через несколько лет нужно ли их обновлять? Рассасываются ли они? Протекают ли они? Вот это вопрос очень хороший и правильный, потому что о нем постоянно дискуссии идут, и все остальные. Смотрите, очень важный момент, какой имплантат, импланты, имплантат, это правильно, то есть это в зависимости от того, как период мы используем с английского, вы используете. Если мы используем качественные, хорошие импланты, допустим, фирма Ментор, она считается одной из лучших сейчас на рынке, то, в принципе, ничего трогать, убрать нельзя. Смотри, рекомендация от производителя, это пожизненная гарантия. Рекомендация от наших пластических хирургов, нашей в целом ассоциации, что вы должны в любом случае раз в год проходить обследование, это либо УЗИ, либо МРТ, именно груди, что, в принципе, тоже в плюс влияет, потому что это ваше женское здоровье, проверять грудь надо обязательно. И если в среднем через 10-15 лет, если у нас все хорошо, то мы ничего не трогаем. Если через 10-15 лет что-то происходит, то рекомендации есть по замене имплантов. Но это, грубо говоря, 15 лет. На это предыдущее поколение имплантов. На современных это уже нет. Ну, то есть, если вмешательство произошло, все-таки нужно и потом следить за своим здоровьем. Ну, за здоровьем, в принципе, нужно же следить, желательно. Да, обязательно, потому что это контроль положения имплантов, ну, и различных других моментов. А как изменилась технология в последние годы? Какие высокие технологии появились, чтобы вот проделывать такие операции? Ведь еще много, мы тоже об этом поговорим, какие еще сегодня появились процедуры? Технологии. Знаете, именно что касается мамопластики, как таковых технологий, сильно не изменилось. Появилось гибридное направление. Это когда, допустим, мы ставим импланты, и чтобы сделать грудь более округлой, если есть необходимость какая-то, мы можем вводить в момент операции ваш собственный жир, чтобы добавить именно в зону декольте дополнительный объем и округлость, скажем так, ну, если можно так сказать. То есть можно совместить приятное с полезным, то есть жир с какого-то проблемного участка и направить... Да, да, совершенно верно. Да, приятное с полезным. Мы убираем небольшое количество жира из живота и добавляем в грудь. В принципе, это одна из тенденций современной классической хирургии. Это так называемое липоскультурирование. Переводя на простой нормальный язык, это когда мы при помощи липосакса забираем жир из одной зоны, где у нас лишний, допустим, животик, нижняя часть живота, это ваша женская ловушка, и добавляем туда, где его не хватает, допустим, области ягодиц. То есть создая при этом красивый именно женственный силуэт. Вашими тканями. Ну, благодаря этому сегодня похудеть стало проще. А отменяет ли это спорт? Вот такие инъекции, долго ли они держатся? Арина, смотрите, вот это основное заблуждение, которое у нас существует, потому что липосакция и липоскультурирование – это не способ похудеть. В первую очередь надо понимать, что это способ коррекции фигуры. И спорт ни в коем случае не отменялся, потому что спорт важен, спортом заниматься нужно. Это больше тонус мышц и в целом здоровье. А липосакция, я могу как хирург только что-то скомпенсировать, что-то изменить. Но похудеть вы не похудеете. Это важный момент, важное понимание. А много ли вообще? Какой запрос у калининградок? На какие процедуры они больше всего приходят? Да сложно отделить, на самом деле, и калининградок, и москвичей. Допустим, просто я оперирую и в обоих городах. Как таковые тенденции примерно везде одинаковые. Как в Москве, так и в Калининграде наши девочки, ну, если взять по количеству операций, на первом месте всё-таки это выходит мама пластика. Какие-то операции на теле. Ну и глаза, лицо. То есть блефоропластика, это у нас глазки надо открыть уже с возрастом и свои моменты. Поэтому как таковых сильных отличий у наших девочек в калининградске нет. Блефоропластика. Скажите, после неё долго ли отходит женщина? Ведь многие вот боятся такого потом больных ощущений. Ну, болезнь и ощущения у всех индивидуальны, что при всех операциях. Но на самом деле по ощущениям самый неприятный период – это день-два. Когда у нас отёки всё-таки ещё будут нарастать первые двое суток. Но болезнь и ощущения – это первые сутки. И они при том не сильно значительные и спокойно компенсируются любыми обезболивающими. Но надо понимать, что период на отёки реабилитации на них всё равно необходим. И до двух недель нам нужно идти время. Понятно, что вы сможете спокойно ходить в очках и гулять, но всё-таки отёки. Ну, ведь наверняка есть хорошие отзывы, а есть люди иногда недовольны, люди разные. Вот что вы делаете, когда к вам приходит человек и говорит «я недоволен операцией»? Да, конечно, люди разные бывают, и такие моменты. Ну, во-первых, надо чётко понимать, что пациент у нас не остаётся никогда один. Это очень важный момент, что доносят пациенты с самого начала. Разбираемся в ситуации в плане того, что не нравится, что конкретно не нравится, что можем скорректировать, если есть необходимость, либо уже… Ну, то есть выходим из ситуации обязательно, чтобы наш пациент был доволен по факту. В нашей студии сегодня Андрей Коценко, пластический хирург. И до рекламы мы говорили про тренд на натуральность. Андрей Сергеевич, скажите, а бывают ли такие случаи, что женщины приходят не по своему зову сердца, а то, что их приводят мужья, к примеру? Ну да, бывает, но нужно понимать, смотря в какой контексте мы это рассматриваем. Бывает, когда пара приходит, и муж или жена, допустим, на ту же коррекцию груди после беременности, родов, и когда они вместе этот момент обсуждают, это здорово на самом деле, потому что всё-таки это единая семья, это правильно. Другая проблема, когда женщина делает что-то не для себя, а для кого-то другого. Вот, допустим, я хочу увеличить грудь, у нас были такие практики, случаи, что я хочу увеличить грудь до, допустим, для моего мужа, потому что вот у нас этап развода, вот-вот-вот, мы его потеряем. Вот это одно из самых больших заблуждений, потому что это приводит потом к не очень хорошим последствиям, не в плане операции, а в плане именно психологического состояния женщины. Надо понимать, что в первую очередь вы всё это делаете для себя. Если вы делаете не для себя, вам это не понравится в точном будущем, и вам будет некомфортно. Ведь что такое эстетика? Это, по сути, вернуть уверенность в себе. Чаще всего что? Ну, допустим, всё хорошо, всё классно, роды, беременность, эти моменты, это, конечно, материнство здорово, да, это супер, но бывает, дети всё всегда возьмут и какие-то моменты, допустим, с грудью. А девочке всего 25-27 лет, а грудь уже вызывает дискомфорт. Но это проблема же психологического характера, в первую очередь. То есть, да, есть такие моменты, ой, да, всё отлично, живи и так, тебе понравится, но вам уже некомфортно. И коррекция в данном случае с имплантами, без имплантов, подтяжка какая-то, то есть какая-то мама пластика позволит вам вернуть вашу уверенность в себе, а это уже другой взгляд, на самом деле, именно в глаза, глаза меняются. Ну, мы же видим, мы с ним каждый день империруем. Поэтому важный момент понимания, подытожив, что это нужно сделать для себя в первую очередь, а не для кого-то другого. А если мы поговорим о психическом состоянии как раз пациентов, если к вам приходит женщина, вы видите, что она хочет сделать операцию не по своему желанию, а по чему-то другому, или вы понимаете, что ей, к примеру, не подойдёт эта большая грудь, вы с ней проводите беседу? Да, конечно, для этого у нас есть очень консультации, когда мы всецело смотрим на пациентку. Когда мы обсуждаем какую-то проблему, я же на неё смотрю и со всех сторон, и специально для этого мы обсуждаем все моменты. Да, есть такое понятие дезиморфофобия, когда пациент неадекватно себя оценивает, на самом деле, есть такая проблема. Ну, таким пациенткой я либо иду, отправлю на консультацию к психологу, это неплохо. Очень часто мы отправляем на консультацию к психологу девочек, это нормально, это входит в протокол обследования, как правило, то есть это не надо бояться. Но если я вижу прям какие-то явные проблемы по ощущению самой себя, как вы правильно сказали, допустим, девочка хрупкая, небольшая, допустим, метр шестьдесят роста, килограмм пятьдесят весит и хочет прям шестой размер груди, это уже вопрос, во-первых, это вопрос технического характера хирургии, во-вторых, если что-то там правда не так, ну, я отказываю в операции, потому что, ну, она в любом случае будет недовольна собой и будет повторной операцией. То есть для вас важно всё-таки видеть эстетику в том, что вы делаете? Эстетика, конечно, на первом месте, да, и важно понимать, чтобы после операции наши девочки были довольны собой. А приходилось ли вам исправлять ошибки прошлых хирургов? Когда к вам приходят уже с каким-то результатом и говорят, исправьте, спасите. Да, случались моменты такие, да, корректировали. Тяжело ли это? В авторных операций всегда тяжелее, в первичных это всегда тяжелее, да. А если говорить о цене, дорого ли вмешательство? Сейчас это стало доступнее, но примерно какая ценовая политика? Слушайте, ну по ценовой политике очень сложно обсуждать, потому что смотря какое направление мы берем, то есть мама пластика, блефор, глаза, то есть это развернется цены, но эстетика это дорого. И это надо понимать, что дорого это не потому, что это пластика, все, во-первых, доктора очень много тратят денег, времени и других моментов для развития, у нас постоянно конференции, все моменты раз. И это вложение в себя, это всегда окупается 100%. И плюс моменты, ну расходники, ну там много своих особенностей, ну да, это дорого. Ну скажите, наверняка, чтобы операция прошла успешно, к ней нужно хорошо подготовиться. Вот сколько длится подготовка в среднем к операции? Повторюсь еще раз, смотря какая операция она сделается. То есть подготовка здесь, не требуется такой огромной подготовки при каких-то операциях на области живота, допустим, общих хирургов. Да иногда 2-3 дня хватает. Ну самый главный момент, что если курите, то снижать количество сигарет максимально, потому что напрямую зависит заживление ткани дальше. То есть, а так все очень индивидуально. Подготовка 2-3 дня в целом. Здесь больше психологическая подготовка идет к операции. А скажите, до скольки лет безопасно вот вмешиваться в свое состояние? Да, последние годы у нас изменилась верхняя граница возрастная, когда мы начали оперировать, уже более старшее поколение. Все зависит от вашего здоровья. Если ваше здоровье, допустим, в те же 70 плюс лет позволяет перенести общую анестезию, допустим, если мы какие-то операции на теле говорим, и у вас позволяет здоровье перенести наркоз, то это почему бы нет? Нет противопоказаний. Ведь пластическая хирургия относится же ко всему так же, как общая хирургия. То есть у нас есть показания, противопоказания к любой операции. Если у вас есть противопоказания по каким-то хроническим заболеваниям, либо по другим проблемам со здоровьем, конечно, у вас невозможная операция. Но та же, если взять коррекцию области лица, та же, допустим, блефропластика. Одна из самых частых операций в возрасте 40 плюс – это верхние и нижние веки, то почасто можно взять подместные анестезии. И там уже более щадящие моменты идут. Ну, то есть зависит от состояния здоровья конкретного пациента. Ну, скажите, как вы думаете, какие тенденции на хирургию будут в будущем? И какие высокие технологии появятся? Вот вы уже можете примерно так спрогнозировать? Ну, можно только примерно спрогнозировать. Развитие будет, скорее всего, и будут. Это комбинированы различные методики. То есть когда, как я уже говорил, допустим, мы ставим импланты в прямом пластике, плюс добавляем жир собственный, чтобы уже получить наиболее отличный результат. Плюс у нас идет направление к минимальной инвазивной хирургии, доступам. Переводим на русский язык, что это такое? Если, допустим, чтобы подтянуть верхнюю треть лица, вот это глаза, и бровку приподнять, не требуется уже больших разрезов, таких, как делалось раньше, а требуется три прокола в области, четыре прокола в области волосистой части головы, и через эти доступы мы можем спокойно уже все сделать. То есть минимизация доступов, меньше разрезы, и меньше реабилитационный период, и проще. Вот в это направление все будет двигаться. Брызг будет очень активно развиваться, косметология, именно аппаратная косметология. Сейчас она очень хорошо развивается, и те же подтяжки средней зоны лица можно спокойно сделать у косметологов. Ну, понятно, не на дому, а для этого нужна клиника с оборудованием. Но это уже проще, доступнее и вполне реально. Ну, на определенных моментах это еще можно сделать, когда еще не требуется вмешательство нас, классических хирургов. Скажите, а бывает, что к вам приходит девушка сразу с фотографией? Хочу губы как у, хочу грудь как у. Да, часто бывает. Это больше связано не столько с губами, чаще с грудью. Хочу грудь как у. Вот так вот. Но, с одной стороны, это очень хорошо. Это на самом деле здорово, когда девочка приходит и говорит, что я хочу вот так. Потому что это понимание того, какую форму груди она хочет. То есть там есть мурь и особенностей. И на самом деле, чем вы более подготовлены на консультацию, в плане того, что вы почитали, посмотрели фотографии, и сможете объяснить полностью, что вы хотите, видишь, что такое консультация. Когда мы с вами обсуждаем, что вы хотите, я должен понимать тоже эти моменты. Тогда это отлично. Но надо понимать еще другой момент, что у нас у всех разная грудная клетка, разный рост, разные особенности тканей, форму, груди, то есть размеры, все остальное. При разных фотографиях можно одну или ту же грудь сфотографировать. Плюс-минус 2-3 размера, вы это, думаю, хорошо понимаете. Поэтому, с одной стороны, это очень важный фактор, потому что мы можем обсудить все детально и максимально сделать то, что хочет наша пациентка. С другой стороны, я очень четко этот момент обговариваю, что копию мы никогда не сделаем, потому что вы разные люди, в принципе. А вот вы можете отследить, какие фотографии чаще всего вам показывают? Каких звезд, возможно? Да нет, звезд практически нет. Просто из интернета примерно, что мне нравится, называется. Понятно. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Может быть, у вас есть пожелания для наших радиослушателей? Спасибо вам, Арина. Пожеланий как таковых особо не будет. Просто хорошего, отличного дня. У нас сегодня в Калининграде великолепная погода. Просто хорошего дня. Спасибо. Я напоминаю, в нашей студии сегодня был Андрей Коцинко, пластический хирург. Хирург.